Здравствуйте! Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Помните ироничные пушкинские строки из Евгения Онегина о поверхностных и неглубоких знаниях? Сегодня встает вопрос, для чего мы готовим учителя? Чтобы он по-прежнему учил детей физики, математики, географии, чтобы они потом пошли к рабочему месту? Или мы ждем от учителя нечто большее, чтобы не чему-нибудь и как-нибудь? О том, чему и как учит будущего педагога, разговор с директором Института педагогики и психологии САФУ, доктором психологических наук Натальей Юрьевной Флотской. Здравствуйте, Наталья Юрьевна! Здравствуйте! Вот среди проблем низкой подготовки учителя можно назвать отсутствие мотивации педагогической деятельности. Все ли выпускники САФУ идут работать в школы? Далеко не все выпускники вуза, получившие педагогическую профессию, идут работать в школу. Это касается не только нашего университета, а такова ситуация по всей стране. И вот если анализировать причины, то это прежде всего причины социальные. И здесь можно назвать невысокий престиж профессии педагога. Это низкий уровень заработной платы, это отсутствие перспектив карьерного роста. И вот здесь нельзя не отметить заорганизованность работы учителя, большое количество документации, которые он должен подготовить. И вот вы знаете, что современному учителю очень сложно организовать еще работу с родителями. И нынешние родители это дети 90-х годов, которые росли и взрослели в сложный период для нашей страны. И педагоги и психологи отмечают, что современные родители в большей массе не имеют ни психологических, ни педагогических знаний и опыта по воспитанию детей. И вот наши студенты, когда приходят на практику, они видят все эти сложности профессиональной деятельности учителя и делают для себя выводы, смогут ли они работать в этих условиях или нет. И поэтому здесь вот мне хотелось бы сказать, что действительно не все у нас выпускники... Не все, но какой процент может быть? Вот вы знаете, здесь ситуация очень разная. Вот хотелось бы сказать, что вот, например, в нашем институте педагогики и психологии, где готовят учителей начальных классов, учителей для коррекционных школ, у нас 90% выпускников идут работать в систему образования. Мы такой мониторинг проводим последние пять лет. И вот эта тенденция, что выпускники приоритет отдают именно, идут в педагогическую специальность. То есть они сознательно идут? Они сознательно идут, да. По другим специальностям, там немножко картина другая. Там где-то 40-50%. И вот учителя физики, математики, истории, там гораздо меньше выпускники идут. И вот вы знаете, мне еще хотелось сказать, что вот вообще отмечается очень интересная такая вот эта тенденция, высокая мотивация будущих и абитуриентов. У нас в этом году, в период приемной кампании 2014 года, как раз на направлении подготовки начальное и дошкольное, у нас конкурс был выше, чем на юриспруденцию и на менеджмент. 15 человек на место. Причем в прошлом году тоже такая же была вот картина по этим направлениям. То есть вот начальное звено здесь. Начальное, дошкольное. У нас очень хорошо справится. Коррекционное образование. Здесь тоже практически все трудоустраиваются по специальности. А вот как вы смотрите на такую проблему, как отсутствие, когда студенты на практике или же выпускники приходят в школы, это отсутствие связи между тем, что изучали в институтах, в вузах и реальными потребностями школы? Вот вы знаете, я бы так не стала говорить, что вот отсутствие этой связи, потому что в принципе на сегодняшний день все учебные планы, они составлены в соответствии с федеральными вот этими образовательными стандартами, с программой, которую изучают в школе. И когда в процессе обучения мы стараемся дать как раз в соответствии с той областью знаний, которую изучают ученики в школе. Поэтому я бы не сказала, что такой связи нет. Хотя, конечно, конечно, говорю, вы знаете здесь, сложность в том, что когда наши студенты приходят на практику, то учитель настолько, вот обычно говорят, говорю, у старшей он настолько заорганизован в своей деятельности и он получает незначительную оплату за этого нашего вот этого подготовки вот этого стажера. Поэтому ему не очень интересно, сам учитель не замотивирован в продвижении знаний вот этого. Поэтому на сегодняшний день ведь обсуждается проблема, вот как раз одна из тенденций современного образования, это усиление взаимодействия между школой и вузом. И необходимо, вы знаете, не в любую школу отправлять учащегося, а именно брать ту школу, которая является наиболее такой площадкой, продвинутой. Вот сейчас считается, что необходимо объявлять конкурсы в регионах на право, на возможность реализации принятия и дотации школе, чтобы регионы, министерства доплачивали. Вот тогда у самой школы будет мотивация принять. Ну а когда это может быть? А вы знаете, как раз вот сейчас вот в рамках вот этих всех тенденций современного образования, сейчас вот, я говорю, принята концепция развития поддержки педообразования. И сейчас вот я как раз была в Москве на совещании буквально на той неделе, на круглом столе обсуждаясь вот эти проблемы о взаимодействии школы и вуза, и говорится о том, что необходимо создание базовых кафедр именно в школах, именно по подготовке. Да, как у нас в поликлиниках. Да, базовых кафедр. И в чем интерес как раз будет проявляться в том, что школы будут заинтересованы, они будут участвовать в процессе подготовки вот этого будущего педагога. А почему же вот раньше, смотрите, даже и в хорошие времена благополучно? Вы знаете, у нас был не очень простой период становления, поэтому вот сейчас к этому подошли, что обратили внимание. Да, действительно, это интересно и сейчас очень актуально. Это вот вы уже затронули, стали говорить о тенденциях развития современного образования, а что еще сюда входит? А вы знаете, здесь необходимо отметить о том, что в последнее время как раз вопросы качества и доступности образования, они становятся предметом такого серьезного и всестороннего обсуждения с участием руководителей страны, членом Государственного совета Российской Федерации, органов законодательной власти. И вот на сегодняшний день у нас предъявляются новые требования к качеству образования. Сегодня у нас утвержден профессиональный стандарт педагога. Это новое у нас в образовании. Далее, вот я как уже сказала, у нас разработана концепция поддержки развития педобразования. Буквально совершенно недавно у нас разработана концепция поддержки развития педагогического образования и комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций. И вот в связи с этим совсем у нас в Российской Федерации определены 34 вуза, которые являются площадками для разработки и апробации новых технологий подготовки педагогических кадров. И САФУ. И САФУ в том числе. И вот новые технологии, они учитывают тенденции развития современного образования. И вот в структуре будущего современного учителя у нас усиливается, во-первых, это прикладной бакалавриат. Это делается акцент на как раз на педагогических практиках. Усиливается взаимодействие, как мы уже сказали, это вуза и школы. И самое, что сейчас очень интересное, что открываются возможности получения вот этой педагогической профессии теми студентами, которые поступали на непедагогические направления. Что они могут перейти. И знаете, вот говорят, есть сейчас такой термин многоканальность образования. Это говорит о том, что, например, студент поступил на первый курс на педагогическую специальность. Ну, разочаровался, вышел на первую практику, понял, что это не его. И у него как бы разрабатываются механизмы, чтобы он мог выйти, называется, с программы и уйти на ту программу, которая будет ему интересно. То есть выбирать уже сам. Выбирать сам. С другой стороны, поступили студенты, которые не на педагогическую, просто на биологию, просто на физику, да. Но им предлагается пройти те или иные виды педагогических практик вот этим студентам. Почувствовали, что они хотели бы связать свою жизнь с профессией с педагогом. Вы считаете, это реально? Вот, допустим, у вас в софт внедрите. Вы знаете, это реально, это возможно. Здесь ведь и надо что-то ломать и в самих преподавателях вузах, да. В этом и есть. Вот там модернизация педобразования, которая сейчас проходит в нашей стране. То есть это возможно сделать. И я считаю, здесь надо приложить все усилия, чтобы это было. Потому что мы все знаем, что формирование сознания... Другая структура, другая организация немножечко самого процесса. Но это возможно, это будет интересно. Это мы говорим, но это и направлено в наши все страны. Вы сейчас говорили о качестве образования, о повышении, о качестве подготовки педагогов будущих. А в то же время, мы все вот всколыхнуло наше общество, это сокращение программ, особенно гуманитарного направления. Вот как здесь одно с другим-то сочетается? Вот, вы знаете, я... Вот как бы ваш вопрос... Вот что значит сократило программу гуманитарного образования? Часов меньше стало. Литературы преподавания, русского языка. Вы знаете, вот я вам так скажу, что сейчас мы говорим о введении бакалавриата. Мы говорим о том, что вот именно программы бакалавриата, они предполагают большой объем часов на самостоятельную подготовку. Сейчас мы уходим вот просто от аудиторных занятий. Мы говорим о самостоятельной подготовке. Мы говорим о практике. Вы сейчас говорите о подготовке самого учителя, я говорю о программах в школе. Да, я понимаю, что, наверное, немножечко не тот вопрос. Но тем не менее, в самих-то школах, да? Ну, вы знаете, я бы так сказала. Вот эти федеральные образовательные стандарты, которые сейчас у нас внедряются, они все равно в соответствии с теми современными требованиями нашего общества. И я бы даже не сказала, что там идет такое сокращение. То есть там четко расставлены вот эти приоритеты того, кого мы хотим увидеть в будущем, какого человека. И вот надо, знаете, что хотелось бы отметить, что важнейшей тенденцией сегодняшнего современного образования является, в принципе, все равно его гуманизация. И которое проявляется во внедрении такого инклюзивного образования. Вот сейчас мы говорим, действительно, когда мы говорим о гуманизации, то здесь мы говорим о том, что необходимо создавать вот эти комфортные образовательные условия и учитывать разные особенности обучающихся. Это лиц и с ограниченными возможностями здоровья. Но здесь мы говорим и о даренных детях, и о детях-мигрантов, которые попадают в трудную, незнакомую для них культурную среду, в новый социум. И здесь... То есть это еще многообразие программ, которые будет в школах, которые должен владеть учитель, да? Да, вот это очень важно, чтобы современный учитель владел именно вот этими новыми технологиями работы с разными категориями детей. Тут я говорю, здесь можно добавить и трудных наших детей, вот этих и девиантных, и с различными трудностями поведениями и так далее. Вот это вот все пока на словах. Вы считаете, что все-таки это выполнимо? Вы знаете... Программы-то ведь не готовы, наверное. Нет, вы знаете, я так скажу, это уже не на словах. Потому что вот в последнее время вот Северно-Арктический федеральный университет, вот в частности наш институт педагогики и психологии, вот именно занимается, очень активно занимается вот этой идеей продвижения инклюзивного образования. У нас разработаны собственный образовательный стандарт. Мы как федеральный университет имеем право создания вот таких собственных образовательных стандартов. по инклюзивному образованию. Далее мы разработали модули для всех педагогических специальностей, всех, чтобы именно модуль по инклюзивному образованию. И мы внедрили вот эти модули еще не во всех учебных планах, но в основном практически во большинстве. Это только инклюзивное образование, еще есть трудные подростки, еще есть масса направлений. А вы знаете что? Ну просто все сразу нам не охватить. Про вопросы по мигрантов мы сейчас эту тему разрабатываем. Наталья Юрьевна, это на одного педагога, на одного бедного выпускника наваливается масса информации, которую он должен быть освоить, переработать, еще это все выдать. Поэтому мы говорим, что сейчас меняются и учебные планы. И сейчас мы ждем новые стандарты, четвертое поколение. И в соответствии с новыми требованиями времени, действительно, наш современный учитель должен уметь работать с разными категориями детей. И он должен владеть вот этими самыми разными новыми технологиями, знаниями. И уметь организовать работу в классе с разными вот этими детьми. Да, но у нас все равно параллельно проходит тема, я уже задевала, да, это реальная школа и подготовка учителя в ВУЗе. Да, каким он выходит из ВУЗа вот в ту реальность, в ту нашу действительность. И с чем он сталкивается? Одна из, на мой взгляд, все-таки проблем, это когда мы уравняли гимназии, колледжи. И когда мы принимаем детей по месту жительства, а не начинаем их отбирать, здесь есть плюсы и минусы. Вот здесь, то есть он приходит в школу, да, в тот же самый начальную школу, он приходит в гимназию, у нас есть ряд гимназий в Архангельске. А там дети абсолютно разношерстные, разного уровня подготовки, умеет он читать, не умеет читать. Вы знаете, Дамара, если бы вы спросили мое мнение, вот именно личное такое мнение, чтобы вот я поступила, как поступили бы в данной ситуации, мой прямо взгляд, то здесь я бы не согласилась с той политикой, которая проводится сейчас, потому что, вы знаете, очень важно, мы говорим сегодня о реализации инклюзивного образования, то есть самые разные дети приходят у нас в школы. И здесь действительно, что нам надо обратить внимание, я бы оставила те школы, которые были называются, как называется, где по месту жительства, но статус гимназий в регионе я бы сохранила, потому что мы говорим тоже, что необходимо формировать элиту нашего общества. Вы говорили про одаренных детей. Мы говорим об одаренных детях, и поэтому, ведь есть же в Санкт-Петербурге, в Москве, вот эти школы, они сохранили статус гимназий. Ну вот по месту жительства три гимназии, ни одной обычной школы. Вот я почему говорю, вот в столице добились, добилось вот министерство, чтобы сохранить статус вот этих гимназий, и я считаю здесь нашему министерству образования и науки. И в то же время и вам надо тоже пробивать статус, ваши пропускники идут в школу. Но здесь, в принципе, это региональная власть должна добиться у федеральных органов власти, чтобы мы получили такой статус и возможность, потому что это сейчас все юридически, это не просто пожелали нашу школу перейти, чтобы вот по возможности. Я понимаю, что сейчас этот разрыв. Республика Беларусь выступила с инициативой о введении собеседования на профпригодность абитуриентов, которые поступают на педагогические специальности. Вот на ваш взгляд, и здесь есть здравый смысл? Да, разумеется, здравый смысл в этом существует. И вот как положительное можно отметить то, что в этом году ввели требования предоставления справки о состоянии здоровья для абитуриентов, поступающих на педагогические направления подготовки. И вот, конечно, было бы целесообразно ввести их в какой-либо форме и предварительную оценку профпригодности будущих потенциальных педагогов. И вот, конечно, формы такой оценки можно обсуждать. Это тема для дискуссии и собеседования, тестирования, предоставления портфолио. Но я считаю, что это было бы целесообразно. Это мы говорим о поступлении, а когда уже учитель отработал 5, 10, 15 лет, вот здесь вот есть какие-то критерии? Вы знаете, когда учитель уже отрабатывает 5-10 лет, как раз эта система накопления этого портфолио, она уже есть сейчас. И когда он получает ту или иную вот эту категорию, вот, то здесь он предоставляет, здесь как раз вот эти все механизмы разработаны. Министр образования и науки Дмитрий Ливанов, по-моему, в начале года в одном из интервью заявил, что необходимо повышать, вы тоже затронули уже эту тему, уровень психологической подготовки учителя, да? То есть это очень важно, чтобы он вот как раз с родителями, с чего вы начали, умело общаться. Ну, здесь я тоже соглашусь, это очень важная составляющая. И вот как раз объем часов здесь на педагогику, на психологию у будущих студентов, которые будут работать по педагогической специальности, по педагогическому направлению, он очень большой. Сейчас не хватает психологической подготовки учителей? Вы знаете, я бы даже не сказала, тут просто зависит от самого, как бы, студента, он берет или не берет, усваивает или не усваивает. А на сегодняшний день очень большой объем, очень много вариативных курсов, именно психологических, педагогических. И сейчас вот в все учебных программах, там достаточно курсов, которые позволяют именно научиться. А как вы относитесь к идее, к тому, чтобы в школах преподавали ученые со степенями? Преподаватели были с учеными степенями? А вот, вы знаете, это очень положительно отношусь к этой идее. Вы пойдете преподавать в школу? Вы знаете, может быть, вот так скажу, что это было бы даже интересно, и всякие ситуации бывают. Вы знаете, когда создавалась идея, и сейчас она есть, о создании гимназий, гимназии как раз при Северном Арктическом Федеральном Университете, то предполагалось преподавание в этой гимназии как раз тех людей с учеными степенями. И вы знаете, тот момент вот какой, что на школе уже работают люди с ученой степенью. И что значит ученая степень? Это говорит о том, что человек обладает навыками исследовательской работы. И очень хорошо было бы это именно в старших классах. Это можно позволить было как раз развитию учащихся интерес к науке, развить такого рода навыки учащихся. Но это для каких-то специализированных классов? Вы знаете, это совершенно не обязательно. Но именно вот если в старших классах, когда человек обладает вот этой ученой степенью и преподает, это было бы прекрасно. А если привлекать специалистов, которые как раз не имеют педагогического образования, ну то есть практиков? Вообще практики, например, как инженер. Да, да, допустим так. Вы знаете, я бы вот таких... Это хорошая идея, говорили об этом, но здесь не каждый практик, конечно, он сможет быть учителем. Вот это первое. Но здесь бы я этих всех практиков сначала предложила им пройти курс повышения квалификации, чтобы эти практики овладели некой методикой преподавания предмета. Хотя привлекать просто этих людей, которые имеют... Учителя от Бога. Но вы знаете, здесь все равно, когда есть сейчас слишком очень жесткие требования на сегодняшний день, и надо знать и методики преподавания, и надо владеть вот этими навыками. Здесь, я считаю, это очень аккуратно надо относиться вот к такому легкому. А вот тема, Наталья Юрьевна, подготовки домашних педагогов здесь, вот она как-то обсуждается сегодня? Вы знаете, мы пробовали, как бы пробовали, даже вот предлагали вот такие курсы, даже вариативные нашим студентам. Не очень охотно наши студенты как-то вот идут, ну, откликаются. Нет еще такого запроса у общества, именно домашние педагоги. Поэтому, я думаю, это... Домашний врач есть, домашний педагог. Да, но это в перспективе будет, потому что... Возможно. Да, поэтому сейчас это еще не так востребовано. Вы знаете, недавно на круглом столе, которое проходило в информационном агентстве «Двинаинформ», «Двинаинформ», ребята задали вопрос министру по делам молодежи и спорта, Елене Доценко, не ввести ли... Про обязательную школьную форму. Да, обсуждали этот вопрос, нужна, не нужна. И девушка задала вопрос министру, а не ввести ли дресс-код для самих педагогов. Да, это мы тоже, в принципе, говорим к вопросу о критериях, вообще требований, которые определяются к педагогу. Ну вот, вы знаете, здесь звание учителя, оно обязывает, чтобы его внешний вид соответствовал той социальной функции, которую он выполняет. И ведь вы же согласитесь с тем, что всегда негласно существовал такой некий дресс-код учителя. И поэтому здесь, я считаю, и вот даже наши студенты, когда идут на педагогическую практику, мы же всегда им говорим, как должен выглядеть учитель. То есть это всегда, говорю, это всегда было. Но говорить о каких-то жестких нормативах, о правилах, о введениях формах, я бы не стала вот так категоричной. Я считаю, это нецелесообразно. Давайте подведем итог и суммируем так наш разговор. Какие требования все-таки сейчас предъявляются к современному учителю? Вы знаете, современный учитель, сегодня он должен владеть новыми технологиями облучения. Он должен владеть целым комплексом профессиональных компетенций. Он должен быть готовым к реализации инклюзивного образования. Он прекрасно должен владеть информационными технологиями. И это должен быть, вы знаете, Тамара, это должен быть образ современного учителя, успешного. Вот именно такого учителя нам, наверное, на сегодняшний день не хватает. Активного? Да, активного, сильного. Со своей жизненной позицией, как вы к этому относитесь? Без этого учителя он не состоится как учитель. Без активной позиции, без вот этой успешности, без определенной харизмы. Ну и как удержать выпускников в профессии? Ну здесь, вы знаете, мы с этого начали с вами разговор, к этому, наверное, и вернемся. Здесь, наверное, забота государства в первую очередь. И здесь будущий педагог, вот когда говорю, он должен почувствовать, что действительно государство заботится о нем. Это заработная плата, это возможность перспективы роста, это государство должно поднимать именно престиж профессии учителя. Ну вот вы же видите, вот немного только обратили внимание. Заработные платы повысили, да, начали говорить в обществе. И ведь конкурс, он увеличился, и пошли в школы, и даже в сельские школы поехали. То есть даже это интересно стало выпускникам. Поэтому здесь все зависит от политики государства. Спасибо вам большое, спасибо за разговор. В студии была Наталья Флотская, директор института педагогики и психологии САФУ, доктор психологических наук. Учитель учит до тех пор, пока учится сам. Как только он перестает учиться, в нем умирает учитель. Слова принадлежат Константину Ушинскому, русскому педагогу, основоположнику научной педагогики в России. Вот такие дела. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok